ДНК-ловушки. Поймай, если сможешь. Как строился химический институт имени Бутлерова. Всем привет! В эфире Универтньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. Опубликованы результаты рейтинга QS World University Rating by Subject, где КФУ вошел в топ-50 лучших вузов мира по направлению нефтегазовое дело. Он разместился на 40-й позиции ранжирования в мире, на 2-й в России. Казанскому федеральному университету удалось впервые войти в рейтинг по дисциплине сельское и лесное хозяйство и занять позицию 401-420 в мире, 3-я по стране. Кроме этого, КФУ улучшил показатели по ряду предметов и отрасли, продвинувшись на 50 позиций в рейтингах лингвистика, математика, физика и астрономия, химия, компьютерные науки, социальные науки и управление. В России происходит цифровизация судебной системы. К 2024 году на портале Госуслуг появится сервис «Правосудие онлайн», который поможет облегчить судебный процесс, сделать его более удобным. Подробнее далее в сюжете. В 2024 году в России планируется запуск суперсервиса «Правосудие онлайн». Его разработка находится в завершающей стадии, скоро начнется тестирование. Благодаря этому сервису в судебном процессе можно будет участвовать дистанционно в формате видеоконференций. Россияне через портал Госуслуг смогут подавать документы в суд, изучать материалы дела в электронном виде, оплачивать госпошлины и получать консультации по интересующим вопросам. «Очень актуальны, на мой взгляд, и действительно сейчас сервисы уже есть, которые закрывают часть функционала, но они разрозненные и, к сожалению, не всегда удобны. А вот такой суперсервис, он позволит, во-первых, объединить, позволит в одно окно, скажем так, обращаться по многим вопросам и, соответственно, получать более оперативный ответ». Новый сервис должен стать максимально удобным и доступным не только для граждан, но и для юристов. Самые очевидные преимущества онлайн-заимодействия всех сторон – это плюсы юридически значимого электронного документа оборота. Прием и обработка электронных документов проходит в разы быстрее, чем в бумажном виде. Время поиска нужного документа тоже значительно сокращается. Чтобы ознакомиться с материалами по делу, не нужно искать бумажный оригинал. Электронные документы не потеряются, а предоставлять их можно в любое время. К тому же все участники процесса смогут отслеживать статус дела. Для этого достаточно иметь доступ. Однако не вызовет ли появление такого суперсервиса снижение востребованности юристов? «Данный сервис «Правосудие онлайн» очень положительно скажется. Многие люди смогут дистанционно обращаться за помощью, если нет возможности лично присутствовать. То есть этот сервис очень благоприятно скажется в целом на всей юридической системе». Благодаря применению судами современных технологий, открытость «Правосудие» связывается с ее доступностью. Это стало особенно актуальным в условиях пандемии, когда информация об изменении даты и времени судебных заседаний направлялась участникам судопроизводства, в том числе посредством электронных писем и СМС-сообщений, что обеспечивало высокую оперативность. В 2021 году более 3 миллионов документов были поданы в суд в электронном виде, а более 300 тысяч судебных заседаний было проведено в формате видеоконференц-связи. Сервис предполагает работу с большим количеством документов. Это может стать дополнительным интересом для мошенников. Эксперты отмечают, переживать не стоит. Суперсервис будет хорошо оснащен системой безопасности. «Я думаю, здесь вопрос доверия, конечно, есть, но это точно так же, как вы доверяете свои деньги бампу. Я думаю, там все хорошо». Новый сервис готовится запустить на госуслугах. Уже в 2024 году там заработает раздел «Правосудие онлайн». Арина Мухаммедовна, Далина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали ловушки для бактерий ДНК, препятствующие размножению инфекционных заболеваний. О том, как это было, смотрите далее. Внедрение инновационных технологий в жизни людей привели к появлению различных болезней, некоторые из которых приводят к летальному исходу. В связи с этим стали востребованы проекты, связанные с разработкой новых способов борьбы с заболеваниями. «На сегодняшний день существует множество способов борьбы, и один из основных способов борьбы – это, конечно же, действие новых и новых антибактериальных препаратов. Но на сегодняшний день скорость, с которой бактерии приспосабливаются к действию бактериальных препаратов, она гораздо быстрее, чем время, на которое эти новые препараты возникают. Поэтому мы задались целью как-то сдержать вот эту резистентность микроорганизмов путем выключения некоторых функций бактериальных клеток». Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ борьбы с инфекционными заболеваниями – так называемые ДНК-ловушки. Данный способ представляет собой подавление роста биопленок, микроорганизмов, расположенных на какой-либо поверхности, клетки которых прикреплены друг к другу. Данные ловушки также можно использовать для усиления действий антибиотиков, с помощью которых можно сократить время лечения больных. «Как я уже сказал, идея работы заключалась в выключении какой-то из отдельных функций биопленки. Мы выбрали внеклеточную ДНК, так как она как раз-таки способствует развитию, подавлению резистентности к действию антибактериальных препаратов. И идея заключалась в том, чтобы создать молекулу-капсулу или такую систему, которая по принципу работы белков могла бы взаимодействовать с молекулами ДНК». В качестве ДНК-связывающих агентов ученые задействовали своего рода молекулы-контейнеры. Когда нити ДНК проникают в контейнер, то между ее нуклеотидами и отдельными звеньями в данных молекулах начинают устанавливаться связи. В итоге ДНК оказывается в ловушке. «Путем конструирования супрамолекулярной системы, то есть молекулярных ансамблей на основе синтетических молекул, способных образовывать такие вот большие капсулы и изолировать от структуры биопленки внеклеточные ДНК. Достигнув этой цели, мы смогли отключить некоторые функции биопленки, то есть затормозить ее развитие, ее распространение». Работа по созданию ловушек для бактерий ДНК проводилась в течение года командой ученых Казанского университета. Данный проект существенно превышает по эффективности стандартные научные подходы. В настоящее время разработка является одной из первых в мире по созданию способов с борьбой бактериальных молекул ДНК. «Вообще в нашей научной группе мы одни из немногих в мире занимаемся подобными макроциклическими системами. То есть пошаговая функционализация сложных макроциклических систем – это разработки Казанского университета, которые ведут уже на протяжении многих лет у нас своя сформированная школа создания супрамолекулярных систем». На сегодняшний день проект находится на первом этапе реализации. Разработки концепции, которая показала, что на данный момент есть положительная динамика исследования. В дальнейшем планируется наблюдение экспертами за реакцией микроорганизмов на различные испытания. Адалина Каюпова, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Химический институт имени Бутлерова с точки зрения архитектуры достаточно простой проект. Однако, каким бы легким он ни казался, со строительством здания время от времени возникали сложности. О том, как выдающиеся ученые обрели в Казани свое пристанище, расскажем далее. Неотъемлемой частью архитектурного облика столицы Татарстана являются исторические постройки. В их число входят и здания Казанского университета. Но если одни корпуса были построены еще во времена Российской империи, другие появились позже, уже в Советском Союзе. Этот период оставил значительный отпечаток. На месте будущих зданий были снесены постройки возрастом более 300 лет. В 1671 году на месте, где сейчас располагается химический институт имени Бутлерова, был воздвигнут Воскресенский собор. На тот момент одна из главных архитектурных доминант города. Казанцы называли его одной из красивейших построек. Однако, с приходом к власти большевиков, участь его ждала печальная. Собор разобрали, а на основе его фундамента построили другое здание. Оно выполнено в лучших традициях сталинского ампира. При этом совмещает в себе и элементы построек императорского периода. За счет этого оно идеально вписывается в архитектурный ансамбль Казанского университета. Строительство химического института началось в 1937 году. И хотя проект по оценке архитекторов достаточно классический, с возведением здания возникло несколько проблем. Во-первых, поскольку фундамент собора был по площади значительно меньше, чем планировалось отвезти под застройку, его пришлось расширять. Из-за определенных технологических нарушений основы будущего здания объединить было сложно. Во-вторых, стройку пришлось заморозить на несколько лет в связи с началом Великой Отечественной войны. Открыл свои двери химический институт в середине 50-х. Зимой, когда мы писали лекции в актовом зале, на третьем этаже, это самая большая комната в нашем корпусе, там было настолько холодно, что ручки обычные с пастой, они замерзали. Приходилось писать, мы сидели в шапках, в шубах, в перчатках, приходилось писать карандашами. Карандаши хорошо переносили холод, и спокойно можно было лекцию записать. Вот это у меня такая вот память. Но потом, естественно, все это было заменено, отопление было улучшено. Если говорить о внешней составляющей, как снаружи, так и внутри сохранились колонны и лепнина. Хотя здание и выполнено с отсылками на главный корпус, архитектурные элементы в проекте задействованы все же немного другие. Вместо ионических колонн на входе установлены каринские. Он именно такой канонический, с идеальными пропорциями, ну, с такой интересной входной группой, с холлом внутренним. А так он достаточно лаконичный, простой, и такой эталон классической архитектуры. В стенах института функционируют научно-исследовательские лаборатории. У студентов есть возможность не просто разработать какой-то теоретический проект, но и реализовать его на профессиональном оборудовании, в том числе и промышленном. В 2015 году у здания химического института появился новый корпус. Он был построен при поддержке главы республики Рустама Мениханова и Открытого акционерного общества ТАИФ. Внутри него располагаются современные лаборатории и учебная аудитория. На сегодняшний день химический институт имени Бутлерова – ведущий научно-образовательный центр в России. Об исследованиях, которые ведутся в его стенах, вы можете узнать в сюжетах нашего телеканала. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошла итоговая научно-образовательная конференция для студентов Казанского федерального университета. В ежегодный перечень секций вошли Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого, Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая и Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Ивана Александровича Будуэна де Куртене. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова